Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости» и сегодня с нами полномочный представитель Духовного управления мусульман Российской Федерации в Приморском крае Джамаль Хазрат Гарифуллин. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что согласились стать участником нашей программы. Очень приятно, что в нашем проекте мы собираем разные конфессии представителей разных народов. Поэтому спасибо! Спасибо вам за приглашение! Джамаль Хазрат Гарифуллин. С 2020 года полномочный представитель Духовного управления мусульмана Российской Федерации в Приморском крае. Высшее религиозное образование получил в Российском Исламском университете города Уфы, также окончил Башкирский государственный педагогический университет. С начала своей профессиональной деятельности работал в разных регионах России – в Ульяновске, Чебоксарах, на Сахалине. С 2017 года Джамаль Хазрат Гарифуллин является первым заместителем муфтия Дальнего Востока. За вклад в развитие духовно-нравственных традиций, укрепление мира и межконфессионального согласия получил благодарность президента республики Татарстан. Мне бы хотелось начать прежде всего с того, насколько люди, исповедующие ислам, представлены здесь, в нашем Дальневосточном регионе. Я так думаю, что с точки зрения статистики это, наверное, не столь многочисленная группа людей, но было бы интересно узнать, кто ее составляет, как она интегрирована в наше общество. Точную цифру назвать тяжело, конечно, в связи с тем, что миграционные потоки большие, последние десятилетия происходят. В общем, исторически, просто даже изучая жизнь мусульман на Дальнем Востоке, в частности, в Приморском крае, мы видим небольшое количество мусульман. В процентном соотношении, например, в Приморском крае, вот мне интересно было, первая перепись при царской власти еще когда была, общее количество 220 тысяч было в Приморском крае людей, говорится, 140 тысяч было первославных и полторы тысячи мусульман. Ну, то есть вот это один процент. В 1920-х годах повысился процентное соотношение, потому что порядка 20 тысяч местных народов, это татары, башкиры, кавказские горцы, приблизительно 20-25 тысяч проживал постоянно, и вот эта цифра сохранялась до 2000 года. В 2000 году, когда уже границы открылись и миграционные потоки уже большие начали поступать, в 2013 году 250 тысяч мигрантов было зафиксировано в Приморье, из них 140 тысяч – это из среднеазиатских стран, то есть это мусульманские народы, 140 тысяч человек – это в Приморском крае. Если смотреть с точки зрения местных народов, которые российские, это постоянные цифры между 15-20 тысяч, которые уже здесь местные жители, они уже здесь укоренились, у них уже здесь, может быть, уже третье поколение растет. А если уже сегодняшнюю ситуацию совместно с теми мусульманами, которые приехали сюда работать и которые уже гражданство получают, это уже порядка 150 тысяч, можно сказать, мусульман, которые в Приморье находятся, проживают. При всей своей такой этнической неоднородности стремится ли это сообщество как-то объединиться? Способствуете ли этому вы? Очень много народов, даже у нас религиозная организация, когда формируется, всегда в учредителе религиозных организаций стараются отбирать представителей одного народа, чтобы каждый народ имел свое, скажем, участие в религиозной деятельности. Вот 10, где-то 12, где-то 15 человек, представители разных народностей, организуют одну общину. Те народы, которые в России, ну, мы, например, скажем, Приволжский, Уральский, Северный Кавказ, которые бок о бок мы с детства выросли, учились в садике, в школах, там, в спортивных секциях. Даже вот мне в 9 классе, когда классный руководитель на татарском обратилась ко мне, мне друг сказал, а ты татарин, что ли, он мне спросил, да? Он 9 лет в школе учились, он думал, что я русский. Поэтому мы бок о бок выросли. У нас есть свое такое уже интегрированное понимание современности. И есть те люди, которые, например, жили только в своем народе, только в своей культуре жили, и для них немножко попасть в среду, где много разных национальностей, конфессий есть для них непривычно немножко. У нас есть такое, скажем, поколенческое, традиционное и уже тысячелетнее история ислама бок о бок с теми народами, которые здесь коренны. И на Дальнем Востоке здесь свои коренные народы. В общем, в нашей стране это русский народ, братский народ, с которым бок о бок мусульманские остальные народы живут. Поэтому вот наша задача и заключается в том, чтобы вот это единство, где его нету, создать, где оно есть, сохранить, где, скажем, частично присутствует, усовершенствовать. Вот в этом наша задача и состоит, я думаю. Если говорить о нашем государстве, после распада СССР наша страна повернулась лицом к религии. Сейчас у нас многие конфессии представлены, и религия не является чем-то запретным. Между тем мы знаем, что на протяжении советской истории были гонения на православных священников. В этом смысле люди, которые служили в исламе, они подвергались такому же запрещению. Вот немного исторический экскурс. Как это было? К сожалению, да. До революционный период, когда документы мы смотрим, архивы поднимаем, национальность не указывается. Конфессиональная принадлежность указывается. Это были православные, эти были магометане, это мусульмане были. После революции, уже с 1930-х годов, наоборот, получается, нигде не пишется принадлежность к какой религии, потому что коммунизм, понятно, да? Графа национальность появилась. Да, там национальность появилась. И мы понимаем, что здесь проживали татары, башкиры, казахи, узбеки, войнахи, другие разные народы. Скажем, национальность моя татарин, представитель татарского народа. И у нас есть история, трагическая история, печальная, когда в некоторых селах мечеть есть, имам встает, пятничное богослужение проводит, и после молитвы он знал, что его заберут. Его забирают, репрессируют, отправляют в ссылку. Но на следующей неделе другой человек, имеющий религиозное образование, а в то время многие люди религиозно были образованы, воспитаны, он все равно вставал, проводил, и он знал, что его тоже заберут. Около 70 мечетей только по всей России остались открыты. Но религиозных деятелей очень много. Очень много кого казнили, убили, отправили в ссылку религиозных деятелей. Очень много было репрессировано. Несмотря на это, люди все равно, скажем, в кругу своей семьи, они религию соблюдали, жили, по религии изучали. И мне, кто как может, у меня и прабабушка в мадресе училась, и дедушка, и мама мулой не являлся. Поэтому мусульманским народам тоже немало досталось. Там вопрос не касался, ты мусульманин, православный. Просто если ты верующий, все под одну гребенку шли. Поэтому, к сожалению, мы вот эту страницу печальную нашей истории перевернули, там почти, практически 70 лет. И, слава богу, вот пришли к тому, что сейчас имеем. Вот наши предки, они лишением, тяжелым испытанием были испытаны. Они проявили терпение, они прошли это испытание. Они до нас довели. А мы сейчас в таком, скажем, комфортном изобилии находимся. И как мы себя поведем, и вот это наше испытание. Поэтому мы должны быть благодарны. Вот наша, скажем, такая ответственность или суть нашего испытания заключается вот сегодняшнего, нынешнего поколения в том, чтобы быть благодарными. Не жаловаться ни на жизнь, ни на судьбу, ни на Бога, ни на других. А вот есть вся возможность жить. Скажите, вот ваш взгляд изнутри, как вам кажется, в нашем обществе на сегодняшний день остро стоит вопрос некотерпимости, лояльности по отношению друг к другу? Понятно, что государство транслирует это, толерантность и так далее. А вот на уровне нашей ежедневной жизни есть такая повестка, есть такая проблема? К сожалению, есть такие исключительные случаи, когда разные неприятные, может быть, ситуации происходят на межнациональной почве, межконфессиональной почве, очень исключительно. То есть в процентном соотношении из 101 случаев может быть такого. Чтобы быть полноценным мусульманином, просто сказать, что я мусульманин, недостаточно. Нужно знать свою религию, исследовать, жить ей. И вот исторически у нас до революции религия семейно-традиционно переходила из уст-уста и сердца в сердце. Вот мы говорим, что такое традиционный ислам, это который был принят от сподвижников пророка, и на протяжении тысячелетий, каждый век он передавался учеными, народами, да, люди жили, практиковали, своих детей обучали. И вот он из поколения в поколение передавался. Он сохранился тысячи лет. Теперь что произошло? Произошла глобализация, и религия ушла на виртуальный план. Люди изучают религию виртуально. И она стала площадкой для манипуляций. То есть какой-то человек сидит, да, там, в ютуб-канале откроешь, он надел мусульманскую одежду, но ты его не знаешь. Вообще не знаком с ним, и ты слушаешь и веришь ему, но ты не знаешь. Он вообще сам мусульманин или не мусульманин? Потому что мы же сейчас свидетели того, что даже очень можно красивый фильм снять про ислам с участием актеров, которые настолько красиво там роли мусульман выполняют, но они сами не мусульмане. Это, скажем, актерское мастерство человека. И точно так же в религии мы сталкиваемся с тем, что много таких псевдоученых, которые с теми или иными политическими целями начинают людей учить религии. И люди, веря им, изучают религию через пространство виртуальное. Это неправильно. Не зная человека, не зная, не прочувствуя его. Например, если я сижу наставник, вы меня, да, вот у нас есть с вами диалог, общение, вы чувствуете. Человек интуитивно может определить, да, вот состояние общения. А через виртуальное пространство он это не может сделать. Он просто информацию получит, и все, он будет следовать этой информации. А насколько это было правильно, насколько это было искренне, он не поймет. Возвращаемся к тому вопросу, почему мы здесь находимся. Да, я не с Приморья, но у меня дедушка и по материнской части, и по отцовской части во Владивостоке служили. Меня до сих пор дедушка спрашивает, там военная часть, там так располагалась, там так располагалась. Вот он вспоминает фотографии, я когда приезжаю, он мне показывает с воодушевлением, спрашивает дедушка. Я не Приморский сам, да, но, скажем, по повелению главы духовного управления, назначен им представителем духовенства в регионе. И мы понимаем, что пока мы не создадим на местах площадки для мусульман, чтобы они вернулись к истокам традиционного понимания религии, которые не откуда-то с других стран привнесено нам, а которые здесь уже тысячелетиями было, сохранилось, и вот за промежуток лет просто, скажем, запылилось, нам нужно вот эту пыль стрихнуть. Вот некоторые думают, что там мы претендуем на то, чтобы там все стали мусульманами. Нам хотя бы вот тот один процент, 20 тысяч человек, это же немало, правильно? Немало. Немало. Вот нам этот один процент хотя бы, если по справедливости восстановить, создать условия для этого одного процента. Мы и так благодарны Всевышнему, а еще больше, премного будем благодарны и всем тем, кто будет в этом участвовать, и в этом будет польза для всех народов. Потому что, когда люди уходят в виртуальные религиозные знания, много чего можно ожидать, и, к сожалению, не самого лучшего. Мне бы хотелось, вы уже упомянули слово глобализация, коснуться вот соотношения каких-то традиционных ценностей исламских, которые остались или которые должны прийти в семьи, и тех, наверное, невольных изменений, которые несет в себе современный мир. Как вот это сочетается сегодня? Как меняется, может быть, модель семьи традиционной? И то, и то присутствует. Есть изменения, потому что раньше, вот как пример, привели те народы, которые в кругу только своей народности жили, у них есть свой быт сложившийся. Они, например, не берут в жены женщин другой национальности или другого вероисповедания, несмотря на то, что мусульманам, людей писания, то есть у нас семейные отношения и с людьми писания, то есть с христианами, с иудеями не запрещено в исламе. Но есть такой, скажем, культурный компонент, который препятствует традиционное понимание, но оно уже, скажем, вышло за эти рамки. Есть много мусульман, которые берут в жены и других национальностей, и семьи, получается, муж, например, татарин, жена русская, да, или там кавказец, дагестанец, чечен, у которого жена другой национальности, и в многонациональной семье рождаются дети. Поэтому у ребенка уже, скажем, минимум два языка. У него две культуры, которые он уже, живя в ней, изучает. Если, опять-таки, в сравнение привести, больше, конечно же, внутренне сохраняется культура, но уже процентно, там, 20% мусульман, они все равно, скажем, уже за рамки традиционного понимания выходят. Многие мои знакомые, которые знали, что у нас с вами состоится разговор, были очень взволнованы такой темой и очень просили ее поднять, то, как осознает себя современная женщина в рамках, ну, допустим, семейных отношений. Сегодня мы не можем не замечать, да, как в целом в мире роль женщины меняется, как она становится все более равноправным партнером для мужчин, скажем, в каких-то более европеизированных странах. Подвергается ли роль женщины коррекции вот внутри ислама, внутри мусульманской семьи? Ну, вообще, если о женщине в исламе говорить, это такая глубокая тема. Коранически, то есть божественным повелением, мужчина – глава семьи. Главенствует мужчина. Но роль, которая предоставлена женщине, настолько именно исключительно, что женщина для мужчины – причина вхождения в рай. Пророк учит нас. Если у тебя есть дочка, и ты ее для совершеннолетия воспитаешь в благонравии и целомудрии, она станет твоей дверью в рай. И говорит пророк, что ключи от рая под ногами ваших матерей. И как бы мужчина не главенствовал в семье, он со всех сторон настолько сразу же справедливо поставлен в ответственность перед женщиной, что женщина, она как в шкатулке находится в исламе. Женщина может быть руководителем, женщина может быть учителем, в этого и сдавать, наставником может быть. Ну, я уже о тех вещах, которые упомянул, да, это уже такие духовные ценности. Вообще, в территории дома женщина, мы ее называем тоже так иногда в шутку между собой, Министерство внутренних дел. Потому что женщина большую часть своего времени, она больше мужа дома проводит. Поэтому убранство, расположение, она захочет диван, так поставит диван. Захочет там дизайн дома, там обои. Это ей предоставили. Она, хан, правитель в своем дворце, вот в своем, скажем, своей обители. Мужчины – это внешние дела, которые занимаются, чтобы в дом посторонние не пришли, чтобы смута в дом, беда не пришла. То есть такой защитник, скажем, да, вот охранное агентство, которое должно вот это защищать. Поэтому многие позавидуют статусу женщины вы стали. Ну, а если, скажем, я такой слегка провокационный вопрос, ну, а если ваша дочь однажды придет к вам и скажет, папа, я бы не хотела для себя будущего, ну, в некой модели традиционной семьи, я бы хотела делать карьеру, путешествовать по миру, жить самостоятельно, и это мой выбор. Вы его примете? Конечно, я должен буду найти такого мужа, который будет по всему миру ее катать. То есть она без мужа не рассматривается. Ответственность выдать дочку замуж возлагается на плечи родителей. Если вы выдаете дочь за набожного человека, за богобоязненного, даже если между ними любовь не разгорится, он все равно будет уважать ее и никогда руку не поднимет, не оскорбит. Поэтому, ну, любовь же – это такая вещь, которая, скажем, создается, обоюдно создается. А уважение и, скажем, такое духовное отношение, оно связано с верой. Если человек верит и знает, что это такой же человек, имеющий полные права и еще и защиту, и божественное еще определенное покровительство, потому что без согласия женщины мужчина ее взять не может. Первый вопрос в бракосочетании задается женщине – согласна ли ты стать женой вот этого человека? Если она скажет – нет, не отец, никто ее не может заставить. Первый вопрос. Если только она промолчит от своей скромности или скажет – да, я согласна, он мне понравился, потом только ему задастся вопрос, мужчине скажет – а ты готов взять ее в жены? Потому что взял в жены не значит просто вместе жить. Это такое возлагается по религии ответственность. То есть как сам живешь – создать полные условия, как сам одеваешься – полностью одевать, как сам питаешься – полностью кормить свою жену. Поэтому, как говорится, яблок от яблок недалеко падает. Не просто так говорят. Здесь от воспитания многое зависит. Надо прививать ценности уже с детства детям. Если, конечно же, просто так его на самотек пустишь, рост человека, даже кустарник просто так не растет, за ним надо ухаживать. Дерево даже, оно может покривиться, надо огородить его, чтобы зимой снег не сломал. Поэтому все те же функции, которые мы в миру видим, скажем, в своей жизни, мы должны внутренне, в человеческом, в человеческой природе тоже их исполнять. Потому что вот этот окружающий мир – это пример для всего для нас. Последний мой вопрос, достаточно простой. Есть ли у вас некая конечная цель, с которой вы приехали сюда, в Приморье, и достигнув которой вы будете считать свою задачу выполненной? Наша цель жизненная вообще – служить на пути религии, потому что деятельность, которой мы занимаемся, это уже есть поклонение. То, что касается мирских целей, цели определяются нашими духовными лидерами. Глава Духовного управления Российской Федерации, наш Муфтий Шейх Равиль Хазрат, он приоритетные задачи ставит. Вот в каждом регионе минимум вот это должно быть. Для того, чтобы мусульманская община гармонично развивалась, чтобы люди были довольны мусульманами, и чтобы от нас была польза общественности. Потому что мы не просто замкнутые люди. Пророк нас учит чему? Он говорит, настоящий мусульманин тот, от которого есть польза другим людям. Вне зависимости от национальности, веры. Поэтому мы должны быть полезными. Но, к сожалению, есть такие регионы, где мы сами себе затрудняемся быть полезными, не то, что другим людям. Поэтому вот наша задача – гармоничную среду для жизни и мусульманской общины, и всего населения региона создать. Ясно. Спасибо большое за участие в нашей программе. Было очень приятно вас здесь видеть. Благодарю. Вам спасибо большое. И за то, что у нас в гостях побывали. Мы очень признательны вам, что вы, скажем, проявили такую инициативу. Спасибо.